Тру-про тебя сгибают. Там два завода, складские помещения, это местность недалеко от города ВАСА, называется ЕПА и Аравайс, то есть две площадки. Здесь объем продукции производится. Немножко расскажу. Машинка ЦЕРОС, то есть это довольно инновационный инструмент. Начиналось его производство с эксцентриком 5 мм, и линейка расширена 2,5 мм, 5,8 мм, и есть это 150 машинки, есть 125, она только с эксцентриком 5 мм. Если говорить об инструменте, то у него, у конкурентов нет аналогов, почему, потому что у него такая конструкция, довольно интересная. Бесщеточный мотор небольшого размера, он же является единым целым с осью эксцентрикой, балансиром, то есть это маленькое. Сразу же в ручке управление у нас скоростью, включением, плюс-минус кнопки, и клавиша включения, которая как потенциометр такой. Насколько мы ее нажали, настолько обороты увеличиваются. Ну, когда будем ее работать, ну, все это попробуйте. В общем, если о характеристиках говорить, она весит 920 грамм, мощность у нее 400 ватт, и обороты от 4 до 10 тысяч оборотов. Вот, есть у нее такая особенность, что в комплекте поставки с ней идет блок питания, потому что она работает от 22 вольт. Вот, блок питания ставится там на пылесос или где-то там под верстаком, и мы работаем. Правильнее всего работать с пылеудалением с этим инструментом, потому что сам он пыль не удаляет, и когда у нас пылеудаление, то у нас нормально она вентилируется, и за счет этого, ну, она не перегревается. У нее есть защита от перегрева. Там стоит датчик на моторе, и когда там 90 градусов, она включает защиту, загорается красный светодиод вместо зеленого, и мы на ней не можем работать, пока она не остынет. Человек ведется топом, падает в отморок, и таким образом машина стынет. А она выключается совсем или сбавляет обороты? Нет, она стоит и горит красным светодиодом, пока не остынет, но она не работает. Это для того, чтобы после 90 градусов уже изоляция обмоток может быть нарушена, и это приводит к гибели мотора. В общем, из истираемых деталей здесь два подшипника в моторе и подшипник косе эксцентрика. То есть, ну, как сказать, немного. Они обслуживаемые подшипники не надо? В общем, подшипник косе эксцентрика, да, он обслуживаемый, он меняется. Обслуживаемый, да? Да, он может уходить. Слушай, вопросик. А вот регулировка скорости есть? А вот это будет быстрее перегреваться, если мы, соответственно, уменьшим количество борта? Чем на больших оборотах мы работаем, тем на него нагрузка выше. Чем мы нажимаем больше, тем тоже нагрузка выше. Александр, так у обладателя подобной машинки долго ей часто загорается такая ванточка? Не, ну, я по многу, не с утра до вечера, ну, как бы, работаю без проблем. У меня есть другие машинки, но я почему-то просто этой хочу заработать. Она легкая, удобная. Ну, то есть, грубо говоря, проблем с перегревом не было? Нет, ну, бывает, но нагреется, ну, что, хочешь, греется? Если обычная, она бы быстрее нагрелась. Не, имеете в виду, загорался, сведущая красная она остановилась. Ни разу не была. Ну, понятно, выкруйте светодиод, он не работает. Да, свет работает. Не, ну, она сильно и не загорелась. Я вообще, пожалуйста, верите за так. А если на машинку нажимать, да, сильно будет он загораться, потому что на это будет как, ну... А сильно давить смысл-то какой? А вращение тарелки, оно есть, да? Ну, да. Оно и ротационное, и эксцентрикное. То есть, и его можно отключить? Нет. Нет. Нет, конечно. Нет, это эксцентрик не было. А он всегда... А текстер в подошве есть? Да, здесь стоит просто защитная прокладка глухая. У нас здесь 67 отверстий. То есть, 6, 9, ну, как бы 8 плюс одно. И плюс дополнительно, если мы с сетчатым абразивом работаем, 67 отверстий общее число. А под сетчатый абразив используются какие-то другие тарелки или... Нет, у нас на эту тарелку ставится защитная прокладка. Такими, что если шлифовать с водой? Если... Вот это ставится, если мы шлифуем с увлажнением, чтобы у нас внутрь инструмента не попадало влага. Скораз, почему? Они у вас есть в наличии? Нет, не было. На спаде. Их могли там, ну, сгрузить 100%, но по идее они должны быть у нас на спаде. Потому что эта позиция такая, ну, границая. Это защитная прокладка. Вот ставится она на инструмент, когда мы работаем с сетчатым абразивом. Сейвер-пад? Да, под сейвер. Под сейвер. Ну, вот, потому что у нас есть особенности, да, сетчатого абразива. В общем, сетчатый абразив, Абранет. Ну, вот, Мирка является изобретателем сетчатого абразива. Ну, вот, и она первая, ну, мало того, что она его придумала, она наладила технологию по его производству и довела ее до такого, чтобы, ну, все можно было использовать. Это было товарное. Так это патент, правильно? Да, 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 это патент. Пластик, полиамид. Сетка полиамида, да? Да, 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 материал полиамид. Абразив на ней нанесен не то, что он там насыпан, а он вот такими, как бы, полосками нанесен. С этой стороны у нас крючки вытянуты из полиамида. Вот. И чем у нас все это интересно? Что вся поверхность круга, она является пылеудаляющей поверхностью. То есть у нас нигде не скапливается пыль, мы на ней не елозим, не катаемся. Но при нормальном пылеудалении это все засасывается через инструмент в пылесос. Но хорошо-таки есть особенность, да? Еще нам под сейвинг мы подошли к той мысли. Когда у нас пыль попадает на поверхность тарелки, она по ней идет до пылеудаляющих отверстий, под списка струивает, как бы, крючки, и выходит из строя тарелка. Но когда у нас стоит под сейвер, то есть у нас даже если крючки на нем и стерлись, там после скольки-то часов шлифовки, десятки, или так, мы его берем, отклеиваем и выбрасываем. То, что он стоит, там 80 рублей, если я ошибаюсь. А тарелка там тысячу. А тарелка, да, полторы тысячи. Но теоретически его можно поставить на любую машинку, он такие же функции будет выполнять. Но там пылеудаление будет чуть-чуть похуже, потому что не будет, например, 67 отверстий. Но поставить можно. У нас есть, кстати, для фестуловского инструмента тарелки. Они, конечно, не такие, изящные. Вот такие. Здесь переходник ставится, это все прикручивается. И она там не 2200 стоит, а там 1400 или 1600. Почему переходник просто начал? Это прямо на фестуловскую машинку берем, нормально подходит. Да? Это новая, приятная информация. Переходник, я сейчас не помню, где валяется. Это 150-е было. Нет, нет, нет. Все, это на машинку ставится, на фестуловскую, и вперед. Там еще переходник должен быть. Это замена подошвы. Ну да, это замена подошвы. Вестуловская, только значительно дешевле. Ну да, дешевле. Ну, не значительно, ну, значительно, да. Причем они есть помягче и пожестче, ну, с этим серое и черное. Вы на геометрию проверяли подошвы? Нет? Потому что фестуловская подошва жесткая. Вы, наверное, человек, который любит проверять подошвы. Да нет, весь форум знает, что кривая подошвы в фестуловской. Это Савлин у нас очень любит линейками их проверять. Да, все знают. Я пока он не сказал, я и не знал. Андрей на песне мне говорил, что есть какой-то человек. Да, 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 Сергей. Или кто? Это он про Сергея, да, 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 точно. Понятно. Так что ждем твердую подошвы. От Мирки для фестула. Ну, честно говоря, сколько очень редко используется. Не-не-не, полезная штука вообще. Что, давайте тогда эту самую стерку включим. Не на самом деле показатели. Да-да-да. В общем, у Мирки разное абразиво, они для разных целей. Например, и в общем, должна быть. А Бронет, он довольно универсальный там для деревообработки. Там у Сильвера и Голд. Ну, Голд это больше автомобильная тематика. У Сильвера он такой и вашим, и нашим. Он панишировал. Ну, вот, Altimax это новый продукт. Вот, он для обработки жестких пород дерева. То есть, он еще довольно такой агрессивный за счет того, что он проряженный вот этими кружочками. Ну, вот, Абранет HD это для таких, ну, жесткого снятия, когда нам надо что-то, да. Ну, вот, Корс Кат, ну, сложно мне сказать, деревообработки там для чего-то. Ну, я позвонил, а кто-то мне сказал, что для твердого дерева. Ну, слушай, давай универсальный. Это же кружки универсальные, скорее всего. Слушай, тогда надо с Сильвером сравнивать же, да? С Сильвером надо сравнивать тогда. Если Сильвер единственная наждачка и вашим, и нашим. А вот эти вот все для дерева. У Мирки тогда Сильвер более-менее для нормального дерева. Стой, покажи. Стой, это для твердого дерева, я понял, вот этого. Да нет, а имбрана такая же, как эта очень. Включается она вот так вот. То есть у нас есть клавиши, которые, ну, вставляют. То есть плюс и минус каждое нажатие, это шаг тысячи оборотов. Ну, вот, просто, ну, мы подгоняем. Это может даже во время работы менять. Вот, и клавиша, которая как потенциометр. То есть я понемножку нажимаю. Ну, вот, и клавиши, наверное, лучше было бы шестьдесят пеналов подпадить. Да не надо, ты что, это быстрее. А, да, да. Шестидесят пеналов. Шестидесят пеналов. Шестидесят пеналов. А нету чего-нибудь пожёстче? Типа дуба. Просто хотелось бы увидеть качество абразива. Это ты к ступенькам, когда подходишь? Да я знаю для чего, мне это надо. Это будешь. А дайте мне Мирьку. Дайте ему Мирьку. Восьмидесятка? Нет, ты сначала столько же пошкорь. А да, там на угол-то оно не влияет. Ну, с тарелкой. Да. 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 Выглядит получше. Ну где получше то? То же самое. Ну так верди. Вообще за такое время там невозможно ничего видеть. Я знаю, что я вот с Сильвером и Голдом работал. Они забиваются у меня напрочь. Почему-то, почему не знаю. Причем вот Голд он… На какой машинке? На Бош и на Маките. Как бы это… А с пылесосами, нет? Нет. Ну так… А куда продукт там шлифовки деваться? Ну там они… Мешочек, да, там крольчатка, да, якобы она чуть-чуть всасывает. Здесь-то крольчатки нету, значит она вообще не всасывает. Там хоть чуть-чуть всасывает. Я имею ввиду, если ты пылесос туда присобачиваешь, это вообще будет песня. Так получается? Ну, будет в несколько раз эффективнее. Ну, по крайней мере, с пылесосом шкулька забивается раза в три медленнее. Ну да, да. Реально. Сетка вообще не забивается. Сетка тоже будет. А без пылесоса? Не-не-не, не надо. Не-не, можно потрясти, побить. А как определить-то, все, она умерла наждачкой или нет? Типа посмотрел, вроде они шлифуют. Так и нет, это почувствует. Тут-то я их обозреваю. А тебе надо как птихали, знаешь, когда скот красится, шкурку снимаешь, подняешь на другую. А где видишь класс? Слушай, надо же, если уж нам поставили эту самую... Ну, я думаю... А? Взял в руки большие. Давай тогда продолжать. Ну, это совсем другое должно быть. Я думаю, вот сосновый щит... Босния Рейсмуса. И, значит, Рейсмус иногда бывает убитый. Там сколы на ножах. И, значит, линия такая. И, типа, надо шлифануть. Что, ну, где-то вот одна наждачка, ну, вот на такой щит с двух сторон у меня уходит. Просто можно дальше, мне жалко инструмент. Как бы он работает дольше. Намного дольше. Легче наждачку, как бы, сменить. Тем более, если заказчик оплачивает расходку. Поэтому, как бы... Сосна будет. Тут чуть-чуть хоть загибается. Если наждачка выходит за пределы тарелки, она чуть-чуть загибается. И ты видишь. А вот так вот, за такой короткий промежуток времени на таких площадях, ну, невозможно. Хороший образовик, хороший. Этот хороший? Да, этот хороший. Все, как бы, хороши. Нормально. Хороши. А вот тут потуже, да? Нет, еще не до конца. Всямый, мне кажется, актуальный способ тестирования — это просто взять, там, два кружочка или три. И попробовать на той поверхности, на которой ты реально шлифуешь. И посмотреть, ну, как бы, насколько ты в реальных условиях. Ну, ты работать надо, чтобы запускал нет, что у них. Вот это кто сейчас ставит? Сетка? Да, сеточка. А ну вот какой? 80-й. Кажется, вот такой поверхность лучше 60-й. Да, ее вообще не шлифуют в рейсмусе. Да, это в рейсмусе. Ну что, давай сбреем. А пока нет. Ничья пока. Ну, непонятно. Давайте на машинке взяли. Опа! Примерно. Что? Да что тебе не нравится? Сделаны вручные. Надо коизначально. А, понял. И что это было? Это Чесловская. Ну, чем они отличаются? Ну, больше. Они отличаются материалом, из которого они сделаны. Ну, можно маленький взять. То есть, в Абранете он более, ну, дорогой. То есть, более эластичный такой там. И в Абранете 6 размеров сетки. То есть, ну, размеры ячеек. То есть, самые крупные на 80 и пошли до 1000. Вот. И в Абранете от 80 до 800. 800 крайне. Ну, я, по крайней мере, вижу, что вот те все виды изменились. Это нет. А вот Абранон чем? Вот, от Абранета, допустим. Абранон, он для финишной обработки. Ну, так тут уже, конечно, что-то 2000. По металлу надо. По лаку мышь. Край. Лак скорее всего. Вот. Абранон, он на основе поролона. С этой стороны у него ткань, она велкро называется, нанесена. А с этой стороны тоже ткань. И на этой ткани размещены абразивные частицы. За счет того, что они на волокнах ткани размещены, абразивные частицы, они имеют какую-то степень свободы. В отличие от вот такого абразива или вот такого. Здесь у нас есть поверхность, и на ней четко стоит абразивное зерно. Здесь оно имеет как бы, ну, такую подвижность. То есть, она как щетка. И она по-другому влияет на поверхность. Это для финишных вообще каких-то операций там. Для грунта, для лака. Да.